всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю такой домашний влог наверное хочу всех прежде поздравить с началом учебного года я думаю так или иначе и большинство из нас это касается либо дети пошли в школу до либо может быть кто-то в институт и так далее в общем неважно с днем знаний с первым сентября хочу вам пожелать успехов и терпения конечно же вот тут смотрела ленту в инстаграме очень многие выкладывают там фотографии своими детками как они пошли 1 сентября мой пошел в третий класс он даже не захотел фотографироваться он сказал мама это не праздник это ужасный день начала учебного года если 1 2 класса у меня шел с удовольствием то конечно 3 он уже понимает что нужно будет делать уроки нужно будет все это учить нужно будет постоянно сидеть за уроками и поэтому он не очень счастлив у меня был и сказал не надо меня фотографировать в общем кошмар какой-то вот хотя он соскучился очень у него там друзья 3 новеньких человека в классе у нас класс теперь 33 человека в классе вот трое новеньких в общем в общем все здорово вот но а младше у меня пока пока что дома вот садик у нас тоже открылся и мы пока пока дома вот пока наслаждается у меня тут 1 сентября у нас прошло также как у наверно всех в россии да не было линейки точнее линейка была только для первых и 11 классов а мы просто в 955 зашли в школу у них был там классный час урок знаний и что там еще и все и вот 2 сентября у нас уже пять уроков вот уже и русские математика и английские в общем все все на свете выдали учебники уже в общем кошмар в общем он у меня в кавычках довольный пошел в школу вот но мне тут пришла одна посылка с алиэкспресс купила себе баловство в общем я себе купила он пришел у меня все это в одном пакете там муж себе заказывал в общем он постоянно мне заказывать какие-то там проводочки и не за моторчики еще что-то там чинит на общем они меня любят этим заниматься все мои мужчины в общем они там себе что-то заказали и я кое-что бросила в корзинку все пришло в одном пакетике давайте вам покажу и так вот два украшения которых я заказала это все у одного продавца девочки я извиняюсь за маникюр я вот переделала в попыхах после поездки конечно руки у меня были после поездки в карелию не очень вот значит это у одного продавца мне очень понравилось вот это украшение и браслеты я подумала что вместе будет очень даже неплохо смотреться единственное что вот здесь вот немножко отличается цвет металла здесь он более такой лимонный лимонный здесь чуть-чуть в розовинку отдает вот такая идет застежка до простая очень кстати качественно сделано вот это вот тут вот немножко видите на стыке есть клеевые ты жемчужинки но прямо вот этот штифт внутрь но это не жемчужинка понятно это бижутерия да это видно мне кажется но мне понравилось качество исполнения и на самом деле действительно очень симпатичная на вот этих бусинках нет никаких сколов ничего сама вот это сделано тоже без сколов хорошо прокрашена не знаю насколько долго будет носиться но по мне так очень даже симпатично смотрится я сейчас покажу как смотрите на мне очень легко одевается мне прям безумно понравилось ссылочку я вам оставлю кому интересно внизу в инфобоксе и есть можно взять серебре я так понимаю и можно взять было в розовом золоте покрытие на вот это вот но очень симпатичный и так вот так вот застегивается вот это украшение мне на девочки так давайте давайте свою цепочку не хочу еще снимать вот так вот все это дело выглядит я вам честно признаюсь я не знаю чем я буду вот это носить все но мне так понравилось и мне сейчас безумно нравится я не знаю я еще не успела поиграться я еще не успела как-то придумать чем сочетать вот так вот смотрится браслет вот как я уже сказала на камеру кажется что одного цвета вот этот металл но вот этот металл более розовый более такой в разы в розовинку то есть у меня обычно где-то 16 16 с половиной да и вот видите она мне достаточно такое большое разъемное удобно одевать вот и браслет тоже мне очень понравилось но это видно что это бижутерия нам не кажется очень симпатично смотрится девочки честно не я не знаю с чем я это буду носить но я как-то поиграюсь и так далее вообще я обратила внимание что я стал обращать внимание на вот такие крупные украшения раньше я как-то для себя их не приемлемо ну не знаю а сейчас мне очень-очень нравится и вообще мне иногда пишут там что лучше купить одни золотом сережки золотые там с бриллиантами какими-нибудь да там за большую сумму и носить их чем вот эту всю ерунду я так честно не считаю более того я считаю что те девушки которые носят бижутерию которые носят крупные украшения у них просто отличный вкус я честно потому что я например не умею вот немножко играть да вот есть очень красивая бижутерия такая красивая я не имею ввиду сейчас алиэкспресс я вообще в принципе имею ввиду да конкретно бижутерию что просто вот класс не оторвать я очень люблю вот мне очень нравится то есть я всегда замечаю на других девушках женщинах когда у них крупные какие-то украшения мне кажется часто это дополняет образ и как-то красиво так смотрится мне тоже очень хочется носить но я пока вот не умею поэтому решила что я закажу себе бижутерию с алиэкспресс она там недорогая и можно будет поиграться посмотреть что-то подобное купить вот наподобие вообще вот это называется насколько я помню вот такая вещь называется гривна и вот например тот же сам light у них есть подобные украшения гривна тоже с кулоном есть также жемчугом и так далее но цены там ну примерно вот подобная до примерно тысяч пять стоит и из серебра не имею ввиду конечно тратить столько денег и не знать буду я это носить или нет не очень хочется но мне вот мне безумно нравится но это нужно красиво сочетать с чем я пока не знаю честно девочки вот просто не знаю я просто пока смотрю балдею на это украшение она мне действительно очень нравится классно снимается тоже очень легко сделано качественно повторюсь да но надо как-то придумать чем-то сочетать вот такой образ но браслет можно много с чем вот такой даже с каким-то свитерочком зимой и так далее будет очень красиво смотреться а вот это украшение не знаю с чем вот но я думаю что я еще поиграюсь посмотрю мне еще кое-что из бижутерии с алиэкспресс придет ну если мне очень сильно понравится если я научусь это красиво сочетать то я думаю что я потом приобрету себе в серебре подобное украшение я думаю что с огромным удовольствием это сделаю вот так что вот такая вот красота мне пришла вот но мне теперь нужно забирать ребенка со школы он 5 уроков уже это до двух часов практически у меня учится так что да так что поедем сейчас с младшим они там у меня гуляют на полон на площадке после школы очень нравится так что сейчас поедем мой пухленький кайфушник спит тут уже свою разложил на подоконнике ты не помещаешься уже ты уже не помещаешься всю еду просит до бандит вот смотри у тебя что это такое тут свисает шерсть уже начал линять мыть тебя надо будешь мыться он не любит мыться не любит вы посмотрите ну что это такое каспер как тебе не стыдно каспер до такое скажу хорош красавчик лежу тут ты не помещаешься на подоконнике это же ужасно это просто позор какой-то тебе так не кажется спит тут такой красавчик король мой да скажу такой красивый красивые сил нет никаких да вот вот так вот я Вернулись мы домой Я тут зашла в магазинчик Купила кукурузу Аж 8 штук на 200 рублей 4 штучки по 100 рублей продавали Я купила сразу 8 Она такая вроде хорошая Сейчас буду отваривать Мальчишкам, они меня очень любят Несколько дней будем грызть Вот такая Кукурузка Вот отварила кукурузку Сейчас будем кушать с мальчиками Вроде неплохая Но у меня вся не влезла Вот тут еще варю Другую В общем сразу все отварю У меня муж придет поезд Мальчишки у меня с удовольствием ее поедят Вот, ну где-то такая Где-то плохая попалась, конечно Вот Там вот такая тоже, видите Но все равно будет очень вкусно Солью сверху посыплю сейчас Обалденно Еще сегодня я решила приготовить Кексики с лимоном Маленькие Тут рецепт я нашла давно Вообще рецепт изначально Для кекса в одной форме То есть для большого Но я его решила разделить на маленькие кексики И приготовить Нам нужно масло Мягкое, да Нужно смешать его с сахаром И потом добавить туда два яйца Но постепенно Вначале одно яйцо И мы хорошенечко размешиваем Затем будем добавлять второе яйцо И также хорошенечко Все до однородной массы Размешать Далее мы добавляем муку Я вам все ингредиенты Количество ингредиентов Напишу внизу в инфобоксе Кому интересно Обязательно посмотрите Кексы запекаю вперед Скажу, что просто потрясающе вкусные Вот И муку тоже постепенно нужно добавлять Чтобы Ну не знаю Так написано в рецепте Вот И я так соответственно и делала Вот Тоже хорошенечко все взбиваем прямо И Потом мы будем добавлять сюда Разрыхлитель Вот у меня такой лентовский Как раз Где-то примерно 7 грамм Но у меня здесь было Наверное чуть-чуть Чуть-чуть поменьше Мне кажется Вот И цедру лимона Можно выжать сок Можно добавить Просто натереть цедру Да Одного лимона Или половинки Кто как любит У меня здесь половинка лимона Который я просто взяла И измельчила Скажем так Блендером И Решила просто ничего не натирать Ничего не отжимать Ничего не делать А просто его вот так вот перемолоть Единственное что я У меня была половинка Там косточек было немного Но я их вытащила Заранее Все это добавляем в смесь Хорошенечко перемешиваем И перекладываем в форму Смазанным маслом Как я уже сказала По рецепту Это должна быть Одна форма Но я решила разделить На маленькие И так кстати У меня больше домашние Почему-то любят Вот так вот я Распределила И ставим в духовку Разогретую При температуре 190 градусов На 20 минут 20 минут Это был большой кекс Но маленькие У меня также Простояли в духовке 20 минут И очень хорошо Приготовились Вот так вот Они у меня выглядят Единственное что Они меня потом Немножечко осели Вот Но Безумно ароматные И безумно вкусные Девочки Это просто вот Что-то с чем-то Я нашла этот рецепт Еще в начале лета И все думала Надо-надо-надо Приготовить И все что-то Вот не доходили У меня руки То я забывала То еще что-то Вот сейчас решила Попробовать И действительно Получается Вот этот лимон И мякоть лимона Я туда добавила И цедру лимона Да Ну то есть Я просто Измельчила Вот Половинку лимона Да И получился Такой Нежный С небольшой горчинкой Такой кексик Вообще Просто Просто тающий Во рту Вот видите Они у меня Вот эта шапочка Села Но внутри Они все равно Очень мягкие И такие Прям Очень вкусные Можно добавить Побольше сахара Но Я Видите Посыпала сверху Сахарной пудрой Ну еще Тут остатки У меня Такого украшения Для тортика Как мини конфетки Любят у меня Когда я так украшаю Вот этими штучками Дети любят очень Вот Поэтому я И украсила Они действительно Очень вкусные К чаю Вот такие вот Маленькие кексики Получается Просто Ну просто Безумно вкусно Вот Так что Кто еще Такой не пробовал Приготовить Очень советую Попробовать У меня постояло 20 минут И как раз Вот то Что нужно Но вообще Лучше конечно Смотреть по вашей Духовке И проверять На готовность Ну что девочки Все наготовила Всех накормила Что-то у меня Тушь размазалась Можно что называется Отдохнуть Хочу еще немножко Сказать по поводу Поездки в Карелии Кто еще не смотрел Эти влоги Обязательно посмотрите Предыдущие три Вы знаете Я тут Недавно Вспомнила Есть такое Ну не знаю Поверье Наверное Можно так выразиться О том Что если вы Ну испытываете Какие-то там Психологические трудности Вообще Какие-то трудности Да У вас там Плохое настроение И тому подобное Да Ну вот такие мелкие Какие-то Да моменты Что нужно подойти И обнять дерево Что Ну природа Она заряжает Энергией Какой-то И всего остального Вы знаете Вот Я не просто так Это вспомнила Вот сейчас После поездки В Карелии После этой поездки Которую вот Мы ездили Ну Мы и раньше Там на море Ездили Просто куда-то Да Вот Я такого не ощущала Потому что мы приехали Соответственно Ворох стирки Первое сентября Суматоха У нас еще не докуплены Были тетрадки Дневник В общем все Знаете Вот такое И вы знаете Как-то вот я Прям бодрай На позитиве Не знаю Обычно я Как бы очень Ну когда такая Самотоха Естественно Очень от этого Устаешь От всего А тут Как бы вообще Вот просто Как будто Зарядились Все мои батарейки Я не знаю Вот у меня Первый раз Такое Кстати После поездки Обычно Все равно Ну Само там Перелет Или Само поездка На машине И она Всегда Всегда Немножко Устаешь Тем более Там я Немного Еще готовила Собрала Грибы И потом Варила Ягоды И так далее И все равно Я чувствую Такой прям Прилив энергии Обалденный Так что Девочки Возьмите себя На заметку Мне кажется Все таки На природе Природа Все таки Дает энергию Ну вот Я не знаю Это я по себе Сужу Но вот Для меня Действительно Так оно Оказалось И это Очень здорово Классно Так что Так что Вот так вот Девочки Ну начались Обычные будни Теперь опять Буду ездить На постоянной Основе Туда-сюда Еще Забирать детей Из школы Садика Еще хочу Надо будет Потом за мясом Съедеть В магазинчик Который я В прошлом году Еще нашла Где очень хорошее Мясо Продают Потом тоже Ну буду Вот Так что На сегодня Я с вами Буду прощаться Я надеюсь Вам понравилось Такое видео Оно было для вас Полезным И интересным Не забывайте Подписываться На мой канал Оставляйте Свои комментарии Всех люблю Целую И до новых встреч